Привет, меня зовут Алексей. Сегодня поговорим о том, что должно быть в рюкзаке у фрирайдера. Тема избитая, но несмотря на это не лишним поговорить об этом в начале сезона, вспомнить, что у нас лежит в рюкзаке и вспомнить, может быть, что-то не хватает и это нужно докупить и что набор фрирайдер-снаряжения зависит от того, в каком регионе мы катаемся, какая температура на улице и от того, что конкретно мы собираемся делать в сегодняшний день. Но, несмотря на то, какие у нас планы, есть вещи, которые у фрирайдера должны быть всегда. Это лавинное снаряжение. Ну, во-первых, биппер, он не в рюкзаке, он висит на нас, включенный дома, под фриской, под одеждой. Включили, выходя из дома забыли. А в рюкзак положили лопату, чуб, аптечку минимальную. В принципе, это самый базовый набор вещей, без которых мы вообще не выходим никогда в этот раз. И если мы, например, участвуем в соревнованиях, либо катаемся где-то прямо вдоль трассы, этого снаряжения может быть вполне нам и достаточно. Ну, можно здесь сказать, что лопату, конечно, мы стараемся выбирать не самую дешевую, железную. Если мужчина, то обязательно с телескопической ручкой, с удобным хватом под перчатки или варежкой, в зависимости от того, с чем вы катаетесь. Щуп тоже алюминиевый, длиной больше двух с половиной метров, с стальным тросиком внутри. То есть, никакие облегченные варианты не работают. Далее, что касается аптечки, то в ней обязательно должны быть перевязочные средства, то есть пластыри, бинты. Все остальное, это уже зависит от того, чем вы умеете пользоваться и насколько вы готовы использовать те или иные медицинские препараты. Соответственно, я не буду рекомендовать, что в ней должно быть, потому что есть смысл пройти там курсы показания первой помощи и тогда у вас появится некие базовые знания, что примерно там должно быть. Ну, а если вы обладаете каким-то медицинским образованием, возможно, аптечка будет более расширенной, чем у меня. Далее, если мы катаемся в каком-то холодном регионе, ну и практически в любом регионе, все эти горы, высота подразумевает, что может быть холодно. Практически всегда мы берем с собой запасную теплую одежду, это пуховая жилетка, либо пуховка полноценная, которую мы поддеваем в том случае, если становится холодно. Также надо понимать, что любой там несчастный случай, какой-то инцидент в горах, обычно с пасработой или просто какое-то выбирание из гор затягивается, соответственно, плечереет, холодает и поэтому наличие теплой одежды обязательно. Также обязательно барышки, не обязательно с медведями, но любые перчатки сменные тоже всегда хорошо, их может быть много, они могут быть самые дешевые, но одну-две пары перчаток всегда иметь не лишнее, потому что они теряются, они промокают и хорошо сменять. Следующий момент, это очки, маска одна всегда на голове, вторая маска запасная, маска это не только некая вещь, которая дает нам комфорт во время катания, но это наша безопасность. Например, если мы катаемся в лесу и даже мы видим лучше без маски, почему-то нам так кажется, что лучше в этот момент ехать без маски, нет, в любом случае мы одеваем маску, едем в маске, потому что это защита от веток. Или если мы катаемся в высоких горах, где там ультрафиолет может повредить нам глаза, соответственно, тоже маски, маска это не только комфорт, но и безопасность. А так как это безопасность, мы должны продублировать, то есть вторую маску мы кладем в рюкзак, с ней катаемся. Следующий, это уже более специализированные, шапка еще из одежды, там если вы катаетесь в шлеме, приятно надеть в конце дня шапку, когда вы уже спустились вниз. Так, ну и дальше уже идут более специализированные вещи, например, я с собой вожу такую специальную шину, то есть в случае какой-то травмы, можно конечно слегка с помощью нее зафиксировать, она легкая, ничего не весит, при этом в каких-то ситуациях может помочь. Следующая вещь, которая у меня регулярно бывает в рюкзаке, ну или в рюкзаке хотя бы одного члена фрирайдной группы, это так называемый волокуша-укрытие. Это такой кусок ткани, прошитый стропами, и в случае непогоды можно вырыть пещеру, им накрыться, и она будет защищать от ветра и осадков. А в случае какой-то травмы, когда надо пострадавший, там человек не может сам ехать, его надо как-то эвакуировать, из этой штуки можно сделать волокушу, и будет достаточно удобно его транспортировать. Следующий момент, следующий момент, это ремнобор. Ремнобор тоже, можно включать в себя много разных вещей, в зависимости от того, насколько тяжелый ремнобор вы готовы с собой возить, и насколько далеко от трассы вы уходите. Но базовыми вещами являются это мультитулы с отверткой, это стрепы, бесценные вещи для любого фрирайдера, штучки 3-4 с собой очень удобно возить, с помощью них можно и первую помощь показывать, и чинить там сломанные ботинки, и делать волокуши и так далее, то есть их может быть много. Потом фонарик, если мы подразумеваем, что у нас какой-то долгий выход, и мы можем где-то загулять до темноты, имеет смысл взять с собой хороший фонарь, но у меня обычно еще в ремноборе лежит такой маленький фонарик, который ничего не весит, на случай какой-то аварийной ситуации. Также обязательно серебряный скотч, который много не бывает, это не весь скотч, который я с собой вожу, где-то еще второй такой же моток у меня обычно есть. Ну и дальше всякие веревочки, утяжки, проволока, все это поможет отремонтировать снаряжение, ну и там сделать волокуши, сделать укрытие и так далее. Клей, ну в общем-то всякие я еще вожу с собой штуки от натирания, чтобы если кто-то натер на скитуре, можно было легко подложить и дальше идти, но это все уже на любителей. Следующая вещь, о которой хочется сказать, это мы, уходя в нетрасс, должны обеспечить связь с спасателями, чтобы в случае какого-то инцидента иметь возможность вызвать помощь. Соответственно, у нас должен быть телефон, в нем должны быть записаны, записан телефон спасслужбы. Соответственно, желательно, еще опытные люди рекомендуют дублировать телефон где-то в бумажном виде, потому что если только у вас записан телефон и телефон сел, соответственно, у группы нет телефон спасателей. Поэтому, если у вас он где-то записан, это хорошо. Я рекомендую, так как телефоном пользоваться для навигации удобно, и в принципе, мы там часто, когда ходим, используем именно телефон для навигации, он имеет свойство садиться, особенно на морозе. Поэтому пауэрбанк, заряженный пауэрбанк и провод тоже с собой можно возить в какой-то вакуумной упаковке. Обязательно рация. Ну и навигацию мы всегда стараемся, ну не стараемся, а всегда дублируем, если уходим в какое-то более неавтономное путешествие вне трасс, навигацию мы стараемся дублировать. Да, телефоном пользоваться удобно, в нем есть карты, все легко управляется руками, но телефон не предназначен для работы в экстремальных условиях, поэтому нужно иметь с собой либо GPS-ку, чтобы в случае выхода из строя телефона можно было как-то выйти. Ну, либо вот в моем случае я использую часы, куда заливаю некие ключевые точки, то есть приезжаю в регион, ставлю какие-то ключевые точки, и в случае, если у меня ломается телефон, я, по крайней мере, знаю, в каком направлении мне двигаться. Также сказал, если не сказал про термос, термос хорошо, особенно в холодных горах. Берем с собой пол-литра термоса для эгоиста, если у нас длинные выходы, если у нас жарко, то если мы не эгоист, то термос хотя бы 0,7-1 литр, мы даже больше с собой берем, теплым чаем. Так, ну и сам рюкзак для фрирайда. Сейчас огромное количество моделей, но первое, чтобы он нравился, чтобы он был желательно яркого цвета, чтобы он был заметный, чтобы он был удобный. Дальше глобально они делятся на рюкзаки с противоловинной системой и без противоловинной системы, Поэтому, если есть возможность купить себе дорогой рюкзак с вот этой вот противоловинной подушкой, это есть смысл сделать. Ну и не лишним будет положить свой рюкзак в зажигалку или спички, потому что в случае какого-то несчастного случая, если приходится ночевать где-то в горах, особенно если там весь лес, обидно не иметь с собой какого-то источника огня. И не лишним бывает наличие каких-то веревочек. Это может быть какой-то набор небольших веревок, потому что, опять же, в случае какой-то, если человек травмировался, и надо делать какие-то волокуши, либо строить укрытие, наличие любых веревочек, оно очень помогает. Про большие веревки мы, наверное, здесь говорить не будем, это уже такое достаточно специальное снаряжение. Конечно же, мы их обязательно берем в тех горах, где есть ледники, где, возможно, какие-то дюльферы, но это уже немножко другая история. На этом, пожалуй, все. Важно проверить свое снаряжение перед началом сезона, проверить его работоспособность, обязательно проверяйте аптечку, потому что лекарства, у них кончается срок годности, и их один-два раза в сезон приходится выкидывать и покупать другие. Ну и, кроме того прочего, они еще отмокают. Ну все, проверьте, хорошего сезона. До встречи в горах! До встречи в горах! До встречи! До встречи в горах!